По шивам и ремонтам верхней одежды Анна Сажанова начала заниматься с 10 лет. Три года назад она открыла собственное ателье. Проблемы возникли сразу же. Не хватало специального современного оборудования. Не опустить руки и продолжить дело помог социальный контракт. Чисто случайно соцработники мне сказали, они, хочешь попробовать в нашем социальном контракте. И я согласилась, спросила, что от меня требуется, что нужно. И вперед. Некоторые тоже спрашивают, это, наверное, все неправда, это, наверное, там что-то нет. Нет, это все правда. Просто нужно именно рассчитать то, что вы на что хотите потратить деньги. Все факты, все риски, все-все-все надо просчитать. И я так думаю, что вот как бы все получилось, все есть, все машинки. Анна многодетная мама воспитывает детей. Одна имеет среднее специальное образование. Благодаря соцконтракту жительница региона смогла приобрести швейную и оверлочную машину, что обеспечило более быструю и качественную работу смеха. Другая часть бюджета ушла на парогенераторы и освещение помещения. Поток успеваемости Манинка ускорился, так как не задерживается. И поэтому идет работа плавно и нет стопора. Но как бы еще стоит работать. Клиенты приходят с самыми разными просьбами. Шить чехлы на сварочный аппарат, перекроить шубу и сделать сиденье. Благодаря новому оборудованию теперь можно смело давать положительный ответ даже на самую эксклюзивную просьбу. Мастер по ремонту одежды пятого разряда сочетает самые разные ткани. Говорит, что планирует расширяться. В 2021 году объем финансирования программы «Социальный контракт» составит 413 миллионов рублей. Реализует проект по национальному проекту «Демография». Алина Тихнова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.